Иногда в жизни мы встречаем неосознанных людей, а иногда люди совсем неосознанные. Они живут в своих историях ума, в программах. Если что-то происходит по их сценарию, если этот сценарий сломан, они чувствуют плохо. Что означает сценарий? Сценарий означает, когда ум имеет какие-то идеи, как что-то должно происходить. И бессознательные люди живут согласно каким-то идеям, какие должны быть отношения, например. И мой вопрос. Если я буду играть в игру с бессознательными людьми, то есть по той схеме, которая у них есть в уме, тогда я создаю карму для себя в этот момент или нет? Если вы играете в игру, конечно, карма происходит. Карма происходит с любым, что вы делаете, даже если вы с незнакомцем, если вы делаете бессознательными, то, конечно, карма создаётся челюсть бессознательными. Делаете ли вы что-то с бессознательными людьми или вы сами что-то делаете бессознательными? Если вы знаете, что это игра, что я должен играть в игру, тогда окей. Если вы делаете это с любовью и с ответственностью, тогда окей. Потому что вы должны быть ответственными, вы должны заботиться. Тогда окей. Если вы осознанны, только только вы осознанны, я и говорю, до того как дать рождение дать им, вы должны быть осознанны. Вы должны, это ваше обещание, заботиться о нём в течении двадцати лет. Тогда вы можете, если вы помещали, тогда нет проблем. И вы должны исполнить это обещание. Потому что человеческий ребёнок очень слабый, до двадцати лет он не может ничего делать самостоятельно. Он совершенно зависит от родителей. До тех пор, пока он не достигнет полной зрелости и не сможет зарабатывать себе сам на жизнь, пока он не достигнет независимости. И родители несут ответственность, и они должны нести. Мой вопрос касается больше моих отношений с женой. Потому что у неё есть очень сильные идеи о том, какими должны быть отношения. Когда я иду от истины к сердцу, она страдает. Но когда я говорю что-то, что является полной чушь для меня, она становится очень счастливой. И сегодня я понял, что я просто могу играть в игру. Потому что десять лет мы были на сатсангах, медитациях, и это не изменило её ни на один процент. Она всё ещё есть, у неё всё ещё есть такие идеи свои очень сильные. И сегодня я понял, что я могу просто играть и говорить да, и подыгрывать ей. И она вдруг будет счастлива. Потому что до этого, когда я говорил от истины, и говорил искренне, что я сегодня не чувствую, она не была счастлива. Хорошо, вы можете играть так же, чтобы удовлетворить её ожидания. Но вы должны показывать реальность так же. Это не так, что всё время вы должны играть. Потому что каждый и так друг с другом, в каждой паре они играют. Никакой любви нету, вы говорите, я люблю. Я твой муж. Я... Ты только... Я никому в другую не смотрю, только ты в моей жизни. А каждая женщина не знает, что ты смотришь на многих других женщин. Каждая жена это знает. Потому что мужчина это... Мужчина это его природа. Мужчина очень сильно любит. Тогда, может быть, он не будет смотреть на это. Это очень трудно. Если у вас есть любовь, тогда не нужно такой игры. Если у вас есть любовь, вы будете вместе. Не будут возникать мысли, что я хочу там убежать или уйти, таких мыслей не придёт, когда вы любите. Эти мысли приходят только потому, что там нет любви. Поэтому вы думаете, что я... Хочу идти просто. Рассмотреть на другие вещи, на других женщин. Но эта идея, она создана обществом. Общество хочет жить с фиксированием. Через фиксированные вещи общество функционирует. Если слишком много любви происходит, общество развалится. Если общество развалится, это означает, что семья развалится. Больше не будет. Если будет любовь там. Любовь, она такова, что сегодня я люблю, завтра нет. Очень трудно. Жена говорит, нет, ты любит только меня. Ты никого другого не можешь любить. Я вот смотрю один сериал Рада Кришна. И Рада очень любящий. Кришна и Рада любили друг друга с самой юностью. Они жили друг ради друга. И тогда... В истории говорится, что Рада должна жениться замуж за другого мужчину. Но она любит его. И затем Кришна начинает снова там тоже свою очередь искать другую женщину. И она решает, что она женится на этой женщине. Ее звали Рупмани. И Рупмани пришла. И у реки они сидели. И пришли некоторые гопи Кришны. Говорит, мы любим Кришну так сильно. Рупмани была очень злой. Ты не можешь любить. Вы не можете его любить. Он мой Кришна. Он мой мужчина. Мы просто любим его. Кришну. Мы знали. Кришну намного раньше. Мы с ним знакомы, чем ты. Мы с ним играли. Пели. Танцевали с ним. Так много раз мы празднули. Наслаждались так много с ним. Рупмани не понимает. Она кричит на них. Не смотрите на него. Теперь он мой мужчина. Рада говорит. Рада говорит Рупмани. Рупмани, ты не понимаешь Кришну. Кришна для всех. Он любовь. Как ты можешь ограничить любовь? Каждый, кто приходит к нему, влюбится. Что делать? Хотим мы этого или нет? Каждый, кто придет и будет с ним некоторое время, он начнет чувствовать любовь к нему. Это его харизма. Это его чудо. Но Рупмани кричит на них. И всю жизнь она кричала. Пять тысяч лет назад был Кришна. Но со мной теперь такая же вещь происходит. Моя жена все время Рупмани. Никогда не любит, кроме моей дочери, чтобы какая-то девушка приходила ко мне. Дочь нормальная. Но любая другая женщина, и она становится ревнивой. Очень трудно. Трудно, чтобы жена смотрела на мужа, как на Бога. И это также естественно. Потому что жена смотрит на мужчину, как на мужчину. Дрежит с ним. Разговаривает с ним, как с мужчиной, как с мужем. Очень трудно для нее думать, что он Бог. И если я скажу, посмотри, что Оша тоже был с многими женщинами. И со мной тоже есть женщины. В чем проблема? Они любят меня. Что они делать? Она говорит, Оша, это Оша. А ты нет. Я говорю, окей. Оша может быть с миллионами женщин, но ты нет. Ты даже не можешь любящими глазами ни на кого посмотреть. Оша очень прав по поводу этих вещей. Он знает это. И поэтому он не женился. Он сказал, женить бы это плохо. Я сказал ей, если бы Оша женился, его жена вела бы себя так же. Потому что жена никогда не меняется. Очень трудно, чтобы жена поняла. Если она придет сюда, и она будет распространять свою ревность. Я говорю, лучше же видом. Не нарушай здесь эту гармонию. Такая любовь здесь друг к другу происходит. Она просто приходит, сидит здесь. И она не видит, что происходит здесь. Любовь, сапсан. Что я говорю? Она просто сидит и смотрит, куда я смотрю. Куда идут мои глаза? К той женщине, к другой или к третьей? Она просто занята этим. Я говорю, что рукмани никогда не меняется. Рукмани – это рукмани. Даже если это жена Кришны, жена Будды или любого другого мастера. Они все одинаковые. Очень трудно. Она приходит сюда. Иногда приходит в ашрам. И я говорю, ты такая же, как все остальные. Все здесь сидят. И ты тоже сиди здесь. Она приходит. Она хочет сидеть здесь, рядом. Она чувствует, что когда она приходит, все должны уважать, что это жена. Жена мастера. Кто-то приходит и дает ей стул. Я говорю, нет, не давайте ей стул, она должна сидеть. Здесь только мастер и ученики. Я не муж и я не отец. Хорошо, когда я приду домой к тебе, тогда я буду тотально мужем. Я буду вести себя как муж так же там. Когда я живу один дома, и она там. Целый день я зову ее по имени. Дай мне то, дай мне другое, сделай это. И она ждет, что когда она придет сюда, я буду сделать так же. Но здесь много людей заботятся обоим. И все для меня равны никакой разнице. Так что, если ты смотришь на любую другую женщину, она будет испытывать ревность. Каждая жена испытывает. Муж тоже испытывает ревность. Если у вас есть собственничество, вы будете испытывать ревность. Если у вас нет ревности, значит вы с женой, она не ваша жена, вы друзья. Если она уходит, хорошо, это ее свобода. Если она будет с кем-то другим, хорошо, пусть будет. Но это очень трудно. Была одна история с Кабирой. Кто-то пришел в его дом в середине ночи. Они были голодны. Он сказал своей жене, ее звали Лои. Лои, приготовь еду, пожалуйста. Она пошла на кухню. И сказала, пришла к Кабиру и говорит, у нас нет риса. Как же приготовить? Он говорит, хорошо, иди к хозяину магазина и возьми у него. Она пошла. Магазин был закрыт, она постучала в дверь, он открыл. И этот хозяин магазина всегда хотел, он всегда любил Лои. Он всегда хотел, чтобы она была его женщиной, его женой. И он сказал, она ему говорит, у меня дома еда закончилась, можешь ты меня одолжить? Он говорит, и так уже мне так много должна, очень много накопилось, но раз ты пришла, зайди внутрь. Пошли ко мне в комнату. Просто один раз приди ко мне. Будь со мной. И весь магазин будь твоим. Все, что ты хочешь, возьми. Она сказала, одну минуту. Подожди, через минуту я тебе отвечу. Она вышла. Кабира. Кабира там стоял. Кабира пришел с ней, потому что был дождь. И у него был зонтик. Там посередине ночи она там одна. И он пришел, и она спросила у Кабира. Он говорит, если ты со мной переспишь, что ты сможешь получить все, что хочешь, весь магазин твой. Кабира говорит, окей, иди. Никаких проблем. Что может случиться? Что ты потеряешь? Но гость получит еду, они не будут спать голодными для нас. Если он хочет твое тело, хорошо, дай ему. Она пришла и говорит, хорошо, я готова. И он был очень счастлив, этот хозяин магазина. О, такая красивая женщина. Каждый день я хотел быть с ней, и теперь она пришла сюда для меня. И он был готов, и он сказал, одна вещь, хочу спросить. На улице дождь. Ты шла минимум 15 минут ходьбы посередине ночи, и ты не мокрая. Ты сухая, у тебя нет с собой ни зонтика, ничего. Как ты под дождем 15 минут шла? Под таким большим дождем, и сухая. Она говорит, ну там Кабира меня привел, он там стоит. Он говорит, Кабира тебя привел сюда? Он говорит, да? Он говорит, да? Я пошла и спросила его, что ты хочешь найти его, что делаю? Кабир сказал, да, иди. Он просто упал в ноги и пришел к Кабиру. Я никогда не видел никакого мужчины, который бы сказал, нет жизни, иди. Здесь такие большие битвы ради женщины, просто большие воины. Люди могут убить друг друга ради женщины. Моя женщина. Никто не может прикоснуться к ней. Никто не может даже посмотреть на нее. Если какой-то мужчина смотрит на твою женщину, начинается драка. Почему ты смотришь на мою женщину? Кто ты такой? Чего ты хочешь сначала поделись со мной? Все драки ради женщины или ради земли, ну, большинство воин или ради денег. Вот эти три вещи являются источниками конфликтов. Женщина, земля или деньги. В основном. Потому что каждый испытывает собственность по поводу этих трех вещей. Собственность. К женщине вы очень. Собственно. И к деньгам вы испытываете большое собственничество. Поэтому ради этого конфликтуете. Только Кабира может сказать. Иди, никаких проблем. Я люблю тебя в любом случае. Он даже может сказать, если я не даю тебе любовь, или ты не чувствуешь мою любовь. Иди, где ты сможешь найти любовь. Найди ее. Многие пары стали такими. Иногда мужчина очень медитативный. Не заинтересован в сексе, в женщине. Но женщина молодая. Она очень заинтересована. Испытывает нужду, голод, как бы хочет мужчину. Многие сами сильно говорят. Хорошо, иди. Я люблю тебя в любом случае. Если ты хочешь быть со мной и заботиться о меня. Хорошо, я здесь для тебя. Если я не могу тебе дать еду. Иди, возьми это там, где ты сможешь достать. Много мужчин здесь, кто тебе нравится. Многие женщины были такими. Многие мужчины были такими. Если ты не можешь дать, то хорошо. Если любовь там. Если у нее есть любовь, она не уйдет. Но если тело нуждается. Окей? Любовь это одно, а тело это совершенно другое. Любовь это одно, секс это совершенно другое. Вот так. Но жена всегда там создаёт условия, идеи. Говорит, ты не должен делать это. Будь таким, не будь таким. И это небезопасность просто. Каждый мужчина чувствует небезопасность. И женщина так же чувствует. Это просто между мужчиной и женщиной. Вот и здесь, если какая-то девушка посмотрит на мужчину, который ей нравится. Возникает какое-то притяжение. Между ними происходит любовь. А другая женщина, ей тоже этот парень нравится. Мужчина. И даже если она знает, что между ними что-то происходит, если она начинает смотреть, первая девушка автоматически чувствует опасность. О, он может забрать моего мужчину. Даже если ничего нет. Даже никакой любви ещё не началось. Ничего ещё не происходило, конечно. Они просто друзья. Неизвестно, это произойдёт или нет. Станете вы парнем и девушкой. Неизвестно. Всё ещё вот это чувство незащищённости, потому что другая женщина смотрит на него. Может быть, он уйдёт к ней, потому что он ей больше понравится. Любовь всегда незащищённая. И это красота любви в этой незащищённости. Так что идите за любовью. Прыгайте в любовь. Любовь всегда незащищённа. И там, где есть незащищённость, там сознание. Там есть что-то фиксированное, там ум. А муж с женой всегда зафиксированы. Почему вдруг любовь мужа и жены заканчивается после брака? До этого год, два, три они любили друг друга. Вот я в августе ездил в Алматы. Один молодой парень, 23-24 года, пришёл ко мне в последний день. В последней сатсанке я говорил об отношениях. На следующий день мы должны были ехать на пароходе. Он пришёл, прикоснулся к моим ногам. Он сказал, ты абсолютно прав. Я ответил, я всегда прав. Я никогда не неправ. Он говорит, я женился шесть месяцев назад. Я такой глупый, зачем я это сделал? Три года мы так любили друг друга. Каждый день звонили. Каждый день планировали, где мы там встретимся, где мы поужинаем, где пообедаем. Как мы можем быть друг с другом. Он говорит, вдруг после брака эта женщина совершенно изменилась, превратилась в свою противоположность. Я просто ошеломлён. Что происходит? Она не была такой? После брака я не могу узнать, это тот же самый человек или нет. Теперь мы собираемся развестись. Через шесть месяцев? Да. Я понял. Я сказал, хорошо, ты понял. Но не иди снова в брак, а будь в любви. Тогда будет хорошо. Брак создаёт это чувство собственничества. Мой мужчина. Теперь ты не можешь никуда идти. Как? Как? Когда? Женщина получает мужа. Муж не знает, что он получает. Вдруг цепь возникает. Возникает ошейник на шее у мужа. И теперь она в команду встать, сесть. Она держит эту цепь в руках. И вся власть у неё в руках теперь. Один мой ученик несколько лет назад, пять лет назад женился. Он говорил, я не хочу, не хочу. Я ему сказал, ты скоро станешь домашним животным. Через год он сказал, да, теперь я домашняя собачка. Ты был прав. Что делать? Это не только мужа. Муж тоже делает это к жене. Это контроль друг над другом возникает. Заканчивается свобода. Любовь заканчивается. Свобода заканчивается, заканчивается любовь. Любовь это свобода. Окей. Хорошо. И вот я прислушаю. Так что я заканчиваю музыку. Подпишись на мой канал. Продолжение следует...